Не знаю, что сегодня здесь что-то такое, представление вообще, вот идём с работы, а здесь вот только всё интересно. Оказались в 19 веке, девушки одеты вот такие в платьях красивые, в тургенеские. Чтобы перенестись в 19 век, нужно было всего лишь прийти к 7 часам вечера на Александровский мост. Светское общество Орловской губернии императорских времён пригласило на свой бал променад весь честной орловский народ. С тем, чтобы накануне Дня города вспомнить его богатое прошлое. Историю в лицах орловчане узнавали буквально шаг за шагом. На 660 метрах моста последовательно вместился весь 19 и начало 20 века. Вступление само очень нравится, такой вчителяющийся, запоминающийся и необычный формат выступления с проходом по мосту. Это импровизационное театральное действие, которое происходит здесь и сейчас, оно подготовлено, несколько подготовлено. На самом деле, всё равно много импровизации. Привыкли к Лискову, к Тругеневу, к Бунину, относиться как к своим соседям. А в этот день нам захотелось подчеркнуть величие и значимость тех людей, вместе с которыми на орловской земле мы живём. Из уст знаменитых писателей-орловцев звучали их малоизвестные высказывания. Вот, к примеру, Лисков рассказывает о самом Трубецком. Невоспитанный и какой-то, как его звали орловцы, невразумительный. Князь знал и понимал в делах очень мало, или вернее сказать, почти ничего. Жители покидали современный век под звуки вальсов, акстрота и духовой музыки. К середине Александровского моста орловчане начали танцевать. В этот вечер можно было удивляться до бесконечности. На главной улице города к вам мог подойти сам поручик Ржевский. Если повезёт, даже заговорить. А может и вовсе, пригласить на танец. Ах, милые создания, насмелись вас приглашить на танец. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова